МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Повестки разосланы, призывная компания набирает обороты как в стране, так и в ноябрьске в частности. В профилактика в ноябрь поступила партия вакцины. И как живешь вегетарианец? Образ жизни, который характеризуется питанием без мяса, становится чуть ли не религией. Ямал – самый устойчивый регион России. Лучший в наш округ признан по уровню социально-политической устойчивости. В сентябрьском рейтинге фонда «Петербургская политика» в категории регионов с максимальной устойчивостью Ямал сохранил свои позиции. У округа по-прежнему самый высокий абсолютный показатель – 9 баллов из 10. Добавлю только, что фонд «Петербургская политика» входит в первую тройку медиарейтинга коммуникационных агентств за 2012 год. Признан самым цитируемым российским исследовательским центром, работающим на рынке политического анализа. За гражданами останется право выбора не только между накопительной и распределительной частями пенсии, но и негосударственного пенсионного фонда как в 2013, так и в 2014 и в 2015 годах, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Более того, Моисеев подчеркнул, что это относится к накоплениям всех НПФ, которые не проверены Центробанком или не участвуют в системе обязательного пенсионного страхования. Если негосударственные пенсионные фонды решают не работать больше в системе обязательного пенсионного страхования или если фонды не могут пройти этот фильтр, тогда эти деньги остаются на счете ПФР. Тело тоже переводится на счет в ПФР. Взносы, уже накопленные в НПФ, никто не трогает, кроме тех случаев, когда НПФ не проходят или не хотят проходить проверку ЦБ, сообщил замминистра. Кстати, фонд общественного мнения выяснил, что две трети россиян трудоспособного возраста хотели бы уже сегодня знать размер своей будущей пенсии. Но большинство из них считает, что задолго до выхода на пенсию это сделать нереально. Однако новым пенсионным калькуляторам, позволяющим рассчитать ее примерный размер, хотят воспользоваться половина опрошенных, а 2% это уже сделали. Все вопросы задавались людям трудоспособного возраста. Мужчинам до 60 лет, женщинам до 55. Так вот, из числа опрошенных не доверяют пенсионному калькулятору 65%. Эти люди уверены, что задолго рассчитать размер пенсии невозможно. То, что это сделать реально, верят 18% респондентов. И 17% затруднились ответить на вопрос социологов. Призывная кампания в России, в том числе на Ямале и в Ноябрьске, в частности, набирает обороты. Повестки разосланы и первые призывники уже начали проходить медицинскую комиссию. Василий Чичков, военный комиссар Ямал-Анининского автономного округа, озвучил требования, которым в идеале должен соответствовать солдат Центрального военного округа. Стрессоустойчивый, адекватный молодой человек из полной благополучной семьи, состояние здоровья которого можно отнести к группе А или Б. Напомню, в этом году военкоматы Ямала собираются оформить рекордное количество призывников. В этот осенний призыв власти планируют пополнить ряды военнослужащих минимум на 1700 человек. Следует отметить, что в этот раз требования, предъявляемые к призывникам, несколько изменятся, причем как в большую, так и в меньшую сторону. Так теперь годным к службе будет считаться человек, имеющий плоскостопие. Также попасть на военную службу теперь сможет человек, осужденный и отбывший наказание за нетяжкое преступление. С другой стороны, не менее 19% призывников в этом году должны быть с высшим образованием. А вот те, кто свое уже давно отслужил, имеют право на целый ряд льгот. К примеру, ветераны боевых действий, атаковых в Ноябрьске ровно 9 сотен, могут претендовать на получение ежемесячной денежной выплаты или набора социальных услуг. Для этого достаточно обратиться в местное управление пенсионного фонда и написать заявление. Правда, сделать это теперь можно только в следующем году. Специалисты принимают заявление с 1 января по 1 октября. 1386 рублей 19 копеек. Таков размер ежемесячной выплаты. Лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение, проезд к санаторию обратно, а также возможность бесплатно кататься на электричках и есть так называемый набор соцуслуг. Кстати, по желанию от него можно и отказаться. В этом случае он будет заменен на денежный эквивалент. В основном ветераны боевых действий это молодые люди, поэтому они, конечно, пытаются отказаться от набора социальных услуг в натуральном виде и получают в денежном эквиваленте. То есть это ежемесячно. У них выходит 839 рублей 65 копеек дополнительно. В ноябрьске стартовала прививочная кампания. В первую очередь вакцину от гриппа поставят детям и подросткам. Всего в город поступило 15 тысяч доз противовирусного препарата Гриппол+. 750 из них предназначены для малышей от 1,5 до 3 лет, еще 300 для студентов. Воспитанникам детских садов по плану поставят 3,5 тысячи прививок, а оставшиеся 10 тысяч доз предназначены для школьников. Уважаемые родители, мы призываем вас вместе заботиться о здоровье наших детей и поставить надежный заслон этому опасному заболеванию. Приглашаем всех пройти вакцинопрофилактику. Вакцинация детей у нас будет происходить в детских садах, в школах и в детской поликлинике. Поэтому, пожалуйста, приходите вакцинироваться. В октябре ежегодно отмечают Всемирный день вегетарианства. Образ жизни, который характеризуется в первую очередь питанием, исключающим употребление плоти любых животных, становится уже почти целой религией. Ответ на вопрос, как живется вегетарианцу в Ноябрьске, искала Юлия Москалик. Причины, по которым люди приходят в вегетарианство, у каждого свои. Например, жительницу Ноябрьской Лену Прокопьеву однажды испугала мысль, что она ест труп. То есть убили и уже через пару секунд, через сколько секунд, даже если это мясо сразу заморожено, то процесс разложения уже пошел. И ты все равно что-то такое нехорошее, мертвое и съешь. Вот от этой мысли стало как-то так не по себе и думаю, наверное-ка я лучше поем огурчики. Специалисты утверждают, дабы не лишать организм необходимых ему витаминов, надо менять свой рацион, а не просто исключать мясо. Но вот как тем же родителям донести, что их чадо есть что-то, больше никогда не будет? Или наоборот заставить есть то, что ребенок не любит? Они, кстати, никто так особо против не был. Вот, просто там, Лена, да что ты делаешь? Ты же живешь на севере, ты должна есть мясо, все такое. Вот в таком плане, то есть как бы переживали. Для гурманов пища растительного происхождения существует альтернатива. Вегетарианская докторская колбаса, сервелат и даже тушенка на основе сои, белков и горохового пюре. К слову, и цена их на порядок ниже. Вот только в ноябрьских магазинах такие продукты найти не так уж и просто. Когда-то в 90-е, не помню точно, когда дедушка готовил мне котлеты из сои. Значит, на тот момент они в наших магазинах были, соевые продукты. Или, по крайней мере, фарш из сои. А как сейчас, не знаю даже. Здравствуйте. А вы не подскажете, у вас какие-нибудь готовые продукты из сои есть? Там колбаса, сосиски, что-нибудь такое? Колбаски? Ну, из сои. Из сои? Да. Нет, такого у нас нет. А фарш соевый, что-нибудь такое бывает? Нет, фарш тоже нет. Никогда не было. А спрашивают вообще люди про это, нет? Про это? Нет, конечно. Я спрашиваю. Ну ладно, спасибо большое. Пожалуйста. В местах общественного питания практически без труда идут навстречу и исключают нежелаемые ингредиенты из блюда. У нас получилось даже шаурму купить без мяса и майонеза. Правда, денег с нас меньше не взяли. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно мне, пожалуйста, шаурму, но без мяса и без майонеза? Можно, но это можно и майонеза. Не, ну понятно. Да. Потому что это хорошо. А? Что-что? Потому что лепешки идут по счету. Да не, я ничего не говорю, не имею против. Я просто говорю вам. Без майонеза, без мяса. Да. Цена та же. В принципе, неприхотливому вегетарианцу живется в Ноябрьске неплохо. По словам Лены, особо ничем не отличаешься от других. Просто лишний раз проходишь в магазине мимо колбасы. Юлия Москалик, Анатолий Присич. Новости нашего города. По мнению специалистов, периодически отказывать себе в пище животного происхождения несомненно полезно. В качестве профилактики диабета, повышения холестерина, заболеваний печени и сердца. Но людям, проживающим в наших суровых северных широтах, врачи рекомендуют все-таки смешанное питание, чтобы не лишать организм необходимых ему витаминов. Мы не индусы, да. У индусов, наоборот, пищеварительная система настроена на то, чтобы переваривать именно растительный белок. И там хорошо усваиваются все аминокислоты, которые находятся в растительном белке. Наша же ферментативная система не настроена, и мы не можем извлечь из растительного белка достаточное количество незаменимых аминокислот. Это, так скажем, такие основные минусы растительной диеты, викторианство. Но в ней много и плюсов. Плюсов иногда, может быть, и могут перевешивать плюсы. Потому что растительная пища содержит витамин С, содержит калий, содержит магний. И самое, что важно, это потребление большого количества растительных волокон. Житель Ноябрьска ответил перед судом за незаконные действия в отношении полицейского. Напомню, в сентябре 2012 года 27-летний водитель зацепил госавтоинспектора, когда тот пытался остановить мужчину за нарушением. Сначала нарушитель, правда, остановился. Но как только сотрудник полиции подошел ближе, резко надавил на газ и поехал. Госавтоинспектор получил пусть незначительную, но травму. На основании чего было возбуждено уголовное дело, которое, кстати, рассматривалось дважды. На первом заседании в отношении подсудимого был вынесен оправдательный приговор. Прокуратура с таким заключением не согласилась и его оспорила. Ноябрьский городской суд согласился с доводами стороны государственного обвинения о наличии в действиях лица признаков преступления, предусмотренного в части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В настоящее время приговор в законную силу не вступил. И у сторон есть право обжаловать, естественно, указанный приговор, что, я думаю, будет реализовано это право. А сегодня утром в Ноябрьске случилась очередная авария. Около 7 часов утра житель города ехал по транспортной в сторону поселка Железнодорожников. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и водитель потерял управление. Автомобиль врезался в дорожный знак, а затем улетел в кювет. Сам мужчина не пострадал, а вот автомобиль получил серьезные повреждения. В Ноябрьске появятся два дополнительных аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Постановление о закупке новых фото-видео фиксаторов уже подписано. Об этом говорили участники совещания по безопасности дорожного движения. На каких улицах оборудование появится, сейчас решает специальная комиссия. Наиболее опасные участки на завод, когда техника будет закуплена и доставлена в город. Кстати, госавтоинспекторы, возможно, будут штрафовать и так называемых тихоходов. Профильный комитет Госдумы с третьей попытки одобрил законопроект о введении штрафов для водителей, которые сами едут слишком медленно и при этом не пропускают следующий за ними автомобиль. Думский комитет поддержал саму концепцию законопроекта, однако отметил, что она еще требует доработки. Инициаторы законодательного документа предлагают ввести штраф в размере от 1000 до 1500 рублей для тихоходов. Ожидается, что поправки будут внесены до конца этого года. А вот вступление в силу поправок к закону о безопасности дорожного движения в ноябре 2013 года, скорее всего, будет сорвано, пишет коммерсант. Они предусматривают выдачу прав новых водительских категорий, однако из-за ведомственных разногласий до сих пор не приняты программы обучения будущих водителей и другие необходимые нормативные акты. По предварительным подсчетам, раньше 2014 года новые удостоверения, к примеру, для вождения скутеров, получить не удастся. В автошколах говорят, что медлительность чиновников может сорвать не только будущий, но и текущий образовательный процесс. Ну и коротко о спорте. Продолжает огорчать своих болельщиков хоккейная дружина «Авангарда». Ястребы сейчас находятся в таком разобранном состоянии, что их игра наводит уныние на самых стойких оптимистов. Вот и во вчерашнем домашнем матче против московского «Динамо» а мячи буквально исполнили очередной номер на льду. Уже к середине первого периода гости повели 3-0, и результат поединка стал предельно ясен. Хозяева поменяли вратаря, но и второй балкипер также пропустил 3 безответные шайбы. 0-6, девятое поражение подряд «Авангарда» и подопечные «Милоша» Ржиги опустились на самое дно турнирной таблицы, занимая в регулярном первенстве 27-е место из 28 команд. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. 10 октября в Салехарде преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, температура 5 градусов ниже нуля. В Муравленко-Пасбурно небольшой снег. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура 6 градусов мороза. В Ноябрьске облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура минус 6 градусов.